Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем разбирать медицинский английский в рентгенодиагностике. И сегодня я хочу поделиться с вами глаголами, которые мы будем использовать при назначении исследований, при назначении тестов. Например, если я говорю от имени врача, я хочу сказать, что нам нужно назначить рентген, например, органов грудной клетки данному пациенту. Я возьму такие глаголы. Я могу взять глагол «удо». «Удо» – это «назначать», дословно «заказывать», «получать», «to obtain». Я возьму глагол «делать». Здесь это глагол «to do». Вы знаете, что в английском языке есть два глагола «делать» – «to do» и «to make». И здесь мы берём глагол «to do». И, например, глагол «to perform». «to perform». Вот такие глаголы мы с вами берём, и я построю фразу так. Например, нам нужно сделать, я говорю от имени врача, «we should order a chest X3». «We should order a chest X3». Вот такое могу составить предложение. Нам нужно назначить рентген органов грудной клетки. Вместо слова «order» – во-первых, давайте мы все глаголы выделим красным цветом. Я в своих курсах люблю их выделять красным цветом для того, чтобы вы сразу обращали на них внимание, так как глаголы очень важны для правильного понимания. Итак, «we should order a chest X3». Вместо глагола «order» мы можем ставить любой из вышеперечисленных глаголов «obtain», «do», «perform» – любой из них. «Should» – это следует. Если я хочу сказать в пассивном залоге, что рентген органов грудной клетки нужно сделать, я могу взять пассивный залог. Тогда я на первое место поставлю «at chest X3». Опять я возьму глагол «следует» – «should» и дальше пассивный залог. Напоминаю, что пассивный залог – это глагол «to be», и с модальными глаголами мы прям-таки берем вот это «be», «should be» и дальше третья форма глагола. Если я беру глагол «order», я просто добавляю «ed» и произношу «orded». Это правильный глагол. Ко всем правильным глаголам, напоминаю, мы добавляем окончание «ed». «A chest X-ray should be ordered». Вместо «orded» опять-таки мы можем взять «obtain». И здесь я опять присоединю «ed». Это правильный глагол. Глагол «to do» – неправильный. Третья форма «do», «did», «done». Поэтому я возьму «done». «Perform» – опять правильный глагол. Поэтому я просто добавлю «ed». И у нас с вами получается... Давайте опять выделим красным цветом все глаголы. И у нас с вами получается следующее. «A chest X-ray should be ordered». «A chest X-ray should be obtained». «A chest X-ray should be done». «A chest X-ray should be performed». То есть мы говорим о том, что пациенту нужно сделать рентген органов грудной клетки. Вот таким образом или вот таким образом. Теперь если мы говорим самому пациенту, что вам нужно сделать рентген органов грудной клетки, по-русски мы также говорим «вам нужно сделать». По-английски мы не можем взять и сказать так «you should do», потому что «do» в понятии англоязычных людей – это когда человек сам делает какой-то анализ, какое-то исследование, какой-то тест. А мы можем сказать «you should have a chest x-ray». Или же мы можем добавить еще слово «done». Вот это опционально. Вот так. Опционально мы можем сказать «либо you should have» – вы должны иметь дословно рентген органов грудной клетки, либо вы должны иметь рентген органов грудной клетки сделанным. Вот такие два варианта. «You should have a chest x-ray» – так мы говорим пациенту. Или «You should have a chest x-ray done». И вот эти все вариации, они подходят для любых анализов, для любых обследований. Везде вы можете сказать вот таким образом. Что еще можно добавить по этой теме? Иногда может использоваться такой глагол, как «to undergo». Когда пациент говорит «я перенес какую-то процедуру», например, может он в пассиве сказать так. «I underwent…» Ну, предположим, какую-нибудь операцию, да. «I underwent a surgery last week» на прошлой неделе. Тоже полезный глагол, когда мы с вами говорим о глаголах, которые используются в теме про процедуры, про исследования. Запоминайте их, просмотрите еще раз. «To order», «to obtain», «to do», «to perform». Кстати говоря, вместо «to obtain» еще может использоваться более такой разговорный глагол «to get». «To get». «We should get a chest x-ray». Такой вариант тоже возможен. Если у вас есть какие-то интересные примеры, пишите под этим видео. Если есть вопросы, задавайте. Буду рада на них ответить. И в следующих видеоуроках мы с вами поговорим о базовых понятиях, которые встречаются в рентгенодиагностике по-английски. А если вас интересует подробная информация, то для вас у меня есть отдельный курс «Медицинский английский по рентгенодиагностике», где мы выбираем много и подробно эту тему. Пожалуйста, присоединяйтесь. Для участия пишите мне на электронную почту. Буду рада вас всех видеть на своих онлайн-курсах. До новых встреч, друзья! Успехов вам!